Человека хомяки, которые разумны и которые с длинными когтями, и некоторые из них даже крылатые. Если вот эти трясуны, они все почти или крылатые, или как-то так, или по крайней мере летучие, они могут как дымка даже без имитации крыльев лететь. А злые годни, они редко бывают крылатыми, но бывают среди них. Как и керитку? Крылатая. Вообще это как человека хомяк такой. Но хомяки они часто полные такие, эти не полные. То есть как бы шкурка как у хомяка, допустим морда как у хомяка, ну снова они полностью гибрид человека и хомяка. Небольшого роста, но они больше чем куцы. Они допустим как две трети человеческого роста будут. Где-то метр двадцать, метр сорок. Батерчата. Ну это тоже как бы разновидность потерянных детей, насколько я понимаю. Потерянных, замученных. То есть это уже как? Это все призраки. Это призраки, да. То есть их не можно назвать демоном? Нет, ну это одичавшие, озлобленные призраки детей. Они могут вести себя как демонами. Они уже могут стать как бы демонами, но они не демоны, которые демоны нашей планеты. Снова такие. С другой стороны, христиане всех в демоны записывают. И здесь важно подходить, к какой мы классификации демонов имеем в виду. Есть как бы древняя классификация демонов, когда весь чернобожий клан причисляется к демонам. Есть другой вариант классификации, когда чернобожий клан называется темными, белобожий называется светлыми, числобожий мудрыми и истонбожий чистыми, а демонами называются еговины, все сподвижники. И есть современный вариант, когда все, что вредоносное, называется демоном. И есть еще такое, как некоторые люди сами себе к демонам причисляли. Хотя вот этот, допустим, Леонид демон, он меньший демон, чем Чупакабра, к примеру. Как он? Что? Как ты скажешь? Ну, я говорю, что вот этот наш знакомый демон, он меньший демон, чем Чупакабра. А, ну да. Потому что вот там последний раз, когда я там снимал по всяким львам, мы ходили, я ему объяснял кое-что. А последовало, мы пришли сюда в офис и чуть-чуть говорили. Ну, по дороге мы с ним разные темы философские говорили. И в конце он здесь говорил, что да, допустим, он понимает, что мясо нельзя есть, он понимает там другие многие вещи. Однако вот от сношения с женщинами он оказаться не может. Понимаешь, это не то, что я ему говорил, откажись, зараза, откажись, зараза. А он сам говорит. То есть он сам как бы идёт на контакт в этом плане, идёт на идею того, что надо развиваться. Он сам понимает, что да, у него есть какие-то недостатки. Он сам понимает, что является недостатком. И сам понимает, что с какими-то, да, он готов побороться, с какими-то не готов и так дальше. Чупакабра же, даже то, что она перестала есть мясо, хоть она сейчас, наверное, его опять жрёт. И даже если не жрёт такое, то она человеков жрёт. Но то, что даже она не жрёт мясо, якобы не жрёт, это всё равно, мне её чуть ли не заставить к этому пришлось. Первые разы, когда она приходила, она говорила, что это она станет такой худой, как я. И говорит, а ну покажи мне сильного вегетарианца. Но я ей показал одного сильного вегетарианца. А она его превратила в эмоционально-умственно слабого человека. Она там всякие свои манипуляции с ним проводила. Короче говоря, те, кто сейчас часто сами себя демонами классифицируют, могут быть меньше демонами, если по-настоящему разбираться, чем какие-то твари, которые себя классифицируют, как духовно развивающиеся славяне. И что уж говорить за разных других религиозных товарищей, которые считают, что во имя веры в Иисуса они будут резать других людей, или во имя Аллаха они будут подрывать других людей, и во имя Бога они будут убивать животных и так дальше. Ну что там еще у тебя какие-то зверюхи остались? Готаяры, зверюхи... Ну по цим все, а если лев, вот этот дядько лев, он как... ну... как кто? Как кто? Кто, кто, где, когда, зачем, откуда вы куда? Кто, где, когда, зачем, откуда вы куда? Ну, он, ну, он знаю, чей, правильно, но как кто? Он как, ну, не знаю, жрець, зеленбога, или кто он? Не знаю. Кто-то он. Ну, понимаешь... Как просто какой-то абстрактный священнослужитель. Ну, можно и так сказать. Как бы это так же самое, как если ты, допустим, начнешь меня спрашивать, а кто, вот была вот та бабка, которая учила вот ту синюю штуку с тем клонированным американцем, как им общаться с деревом, или что они там делали. Ну, если про аватара берем. То, что же, как бы, типа, жреца какая-то, ну, рахманской традиции такие не предусмотрены. Я понимаю, но, может, раптом, там, ты сказал, что сколько он там в лесе, и много взаимодействий с лесом, то, скорее же, за все, он там жит зеленбога. Ну, как бы, и да, и нет. Есть, ну, здесь смотря с какой стороны подойти. К примеру, тот же Ордан, он в болотах сидит. Ну, он там с болотными демонами, хоть и взаимодействует, но он не является, допустим, болотным жрецом каким-то. Да, он себе уже армию из болотных существ создал. Ну и что? Как я? Он уже армию, можно сказать, из болотных существ себе создал. Серьезно? Серьезно. Ого. И он их всех контролирует? Да. Мощно, мощно. А на сколько он володеет уже цими берсердскими штуками? К нему вопрос, как бы. Снова, это не то, чтобы я его рекламировал, не то, чтобы я как-то это сам. Вообще, ты случайно никогда не смотрел сериал «Доктор Кто»? Не почувствую. Ты никогда не смотрел сериал «Доктор Кто»? Не. Ну просто, что в сериале «Доктор Кто» есть такой персонаж, как мастер, который является неким таким трикстером своего рода, который много чего умеет и по силам равноценен доктору, по знаниям равноценен доктору, однако часто превосходит его в каких-то зловредных качествах. Просто, как бы, ладно. Короче говоря, всё равно, хоть Ордан со всякой болотной нежитью общается, но он не является болотным жрецом. Он является священнослужителем рахманской традиции всё-таки. И его тоже они хоть и изгнали, но никакие посвящения они… Ну, правда, да, несколько с него посвящений они сняли, но основные они всё равно не сняли. Поэтому он всё равно хоть и не часть их структуры Львовского совета вот этого, однако всё равно священнослужитель жрецомарской традиции. Ну, а чё там не жовтий, блакитный и червоный? А ты видел блакитное солнце? Не, ну, а это, как бы, три основных колори, из которых, типа, и работаются все другие там… Правильно, ну, если мы говорим о движении солнца, то мы говорим о движении солнца. Если мы говорим, допустим, о световой палитре вообще, это другой вопрос. И давай не смешивать… Не, ну, я думаю, может, есть какой-то единый закон у этого всего. Закон – это единый есть, однако основа, это, как мы уже говорили в прошлый раз, что если мы видим шуруп с крестовой выемкой, это не значит, что это священный знак Ротари. Конечно, с другой стороны, как Трихлебов говорил, что высокоразвитый человек может, даже медитируя на кирпич, сделать, что тот кирпич будет одухотворённым, божественным и так дальше, и сам человек там станет святым. Однако, правда, во-первых, зачем, когда есть настоящие знаки, настоящее изображение богов, а если человеку не нужен настоящий, то можно в сознании своём держать какой-то образ или вообще обойтись, просто смотреть на солнце, то же самое. Но, с другой стороны, как бы, всё равно шуруп не является знаком Ротари. То есть, белый – это пик, так? Жёлтый – сход, червяный – сход? Есть такой вариант, да. Хорошо, а как ещё позначаются сваргу четверти? То есть, ярко-помаранчевый, блякло-темно-помаранчевый, белый-чёрный, а какие ещё есть варианты? Есть варианты там, где у Белобога, допустим, белый, у Чернобога чёрный.